всем привет с вами оксана майкова и у нас с вами первое свидание первое свидание слепую от моего нового проекта оно произошло после того как я выложила пост фейсбук то есть еще до того как вообще запустила проект чтобы узнать где не сразу же фейсбуке да у меня появилось сообщение что давай пойдем с тобой на свидание чего там ждать и мы пошли мы пошли мы встретились хочу сказать что хорошего он приехал раньше он приехал за 15 минут что большой плюс и большой респект сразу человек мне позвонил и сказал что он на месте меня ждет и сказала чтобы я не торопилась это вообще тоже очень здорово хотя я не опаздываю обычно но я человек достаточно пунктуальный папа говорил всегда что точность это вежливость королей и я отношусь к точности как вежливости не более того хотя допускаю мысли я же читаю сейчас я же готовлюсь к свиданиям читаю что там девушка должна немножко опоздать не знаю я пока не приняла решение по этому вопросу но в результате конечно опоздала потому что я начала суетиться метаться знаете как что тебя ждут а для меня это дискомфорт но для меня это не комфортная ситуация непривычная поэтому я еще больше опоздала от этого то есть опоздала на свои там 20 15 минут на 20 если быть честным и опять же тоже разнервничалась очень сильно потому что мне это не присуще вот ребят сразу вывод делаем если мы не готовы по приобретению до недвижимости собственности очень многие люди приезжают в испанию совершенно не представляя да вот оба хочу взял и поехал я сейчас говорю о принятии решения не таком что нужно сразу все бросить купить билет посмотреть сайт выбрать квартиру приехать и купить нет абсолютно я не это имею ввиду потому что я после первого свидания замуж то не побежала в загс правильно просто я приняла решение я сделала то есть это ничего мне не стоило поэтому здесь вывод такой как только вы решили задумались пожалуйста зайдите на сайты по недвижимости посмотрите хотя бы какие цены я пошла на свидание мы пили кофе мы завтракали прекрасным испанским завтраком там вот эти томаты перетерты с жареным хлебом и оливковым маслом я что-то там рассказывала пролила кофе на своего партнера пролила опять же сильно сильно расстроилась потому что опять я пролила на него кофе это первое свидание потом я прибежала домой посмотрела что нельзя делать на первом свидании оказывается на первом свидании нельзя сильно эмоционировать я как опытный продавец прекрасно знаю что у нас два ухо с вами один рот что лучше бы помолчать и послушать что человек говорит но на самом деле мы очень много оба говорили нам очень хотелось друг на друга произвести впечатление я не знаю чего это происходило от того что мы так спонтанно решили встретиться вполне возможно что мы как-то даже у нас даже не было времени как-то вот подумать о том что мы будем встречаться плюс еще не знала в чем мне пойти на свидание потому что это вроде как завтрак и макияж яркий не накрасишься и вроде платье такое красивое опять же утром рано в 10 часов не оденешь но какая-то вот такая была история и опять все было немножко скомканно немножко так вот знаете нервозно но так вот вот эта вот скомканность эмоциональность излишняя она конечно мешала я сейчас анализирую я понимаю что она мешала но мужчина оказался прекрасным то есть скажем так высоким красивым и он опять же немножко меня оберегал он оберегал он взял инициативу в свои руки хотя я пыталась как свойственно мне до брать инициативу куда-то тащить но это опять же ошибка моя и мне с этим стоит поработать видите я выводы делаю то есть на втором я буду по-другому себя скорее всего вести потому что я сейчас это проанализировала да и он как бы немножко меня опекал немножко снисходительно ко мне относился но мне это не добавляло плюсов да ну хотя может быть я ошибаюсь потом немножко погуляли так по райончику прошлись опять же говорили много говорили много и всякой чуши ну то есть как бы составить какой-то определенный портрет да и сказать что-то определенное я сейчас не могу мне кажется что мы может быть встретимся еще раз а может быть не раз потому что человек живет в нашем но здесь на costa del sol поэтому у нас в принципе есть возможность как бы встречаться дружить говорить о том что что было хорошо то есть было хорошо то что случилось вот это было хорошо поэтому если мы что-то решаем нужно что-то сделать просто взять и сделать взять и сделать маленький шаг маленький шаг шаг навстречу выпить кофе например это ну то есть потому что когда ты мечтаешь и думаешь о том вот буду ли я не буду ли я вдруг там есть это или нету кто его знает ни как бы не попробуешь это хорошо что было плохо после первого свидания четко поняла что я абсолютно не знаю что чего я хочу в мужчине я не понимаю кого я жду вот правда не понимаю я дойду а вы кому идти то есть вот вот прям вот так вот вот прям не знаю хотя когда ты хочешь приобрести что-то в плане недвижимости ты должен четко понимать что ты хочешь и вот эти дни я все время думала какой мужчина меня бы устроил кого я буду рассматривать а кого не буду рассматривать то есть чтобы можно было после первого свидания сказать вот этот человек не подойдет как друг то есть как мой мужчина это не мужчина моей мечты не потому что он плохо или хорош или еще как то то есть объективно а потому что просто это не моё ладно что хорошо было что сделала что плохо было что была совершенно не подготовлена совершенно я вот сейчас смотрю на глазами риэлтора например на людей которые приезжают ко мне и я вижу что они совершенно плавают то два варианта либо сразу закрыть если у человека есть деньги он приехал с деньгами то продажа здесь достаточно проста то есть ты просто берешь человека в оборот причем в сильный оборот до сильный оборот услышите меня пожалуйста и диктуешь свои условия то есть продаешь ему то что ты хочешь подачек сам не понимает чего он хочет он будет тебя слушать и мы когда с вами приезжаем в чужую страну не знаю языка мы совершенно не понимаю не ориентируясь на местности вот мы решили мы побежали и мы будем делать ошибки правда будем если бы если бы мне попался сильный ну как попался сильный непорядочный мужчина мне попался порядочный слава богу и слава богу это был завтрак я видите себе еще отступить отступление даю шаги то либо он бы меня обидел правда мог бы меня обидеть потому что я была не готова не защищаться ничего но хотя надо ли вы тоже видите сколько вопросов после первого свидания и ну он был просто молодец он был просто молодец единственное когда он сказал что я бы не отказался я от обеда сегодня потому что мы долго встречались мы затянули первое свидание мы затянули его два с половиной часа где-то почти три уже время к обеду и я бы не отказался от обеда ну то есть если бы ты меня пригласила то есть для меня тут тоже был шок потому что я не собиралась никого никуда приглашать ну то есть как-то меня это тоже выбило и это в больше минус да для него чем в плюс я спросила вообще умею ли я готовить у меня спросил а он меня спросил так а ты хочешь чтобы я приготовил ну конечно я не хотела чтобы он готовил ну и сама конечно не собиралась потому что первое свидание просто хотела увидеть человека поэтому когда вы приезжаете вот параллельно если вы приезжаете за недвижимостью да приезжаете в чужую страну требовать что-то от риэлтора то есть позиция такова что вы мне должны я сам не знаю чего я хочу но вы мне должны уже что-то показать ребят никто никому ничего не должен и такая позиция настраивает людей негативно и вот на курсе например нашим по влиянию убеждению переговоры без правил мы это вообще первое правило знакомств то есть при первом знакомстве мы должны друг другу понравится то есть мы должны понравиться друг другу мы должны понять войти друг другу в доверие раньше чем что-то требовать от человека раньше чем ну требовать просить даже в шуточной форме потому что мы вроде как пошутили а человек шутки наши не понял поэтому когда вы встречаете человека в первый раз постарайтесь его к себе расположить что касается свидания То же самое То есть на первом свидании Мы должны друг другу понравиться Но не понравиться тем, чтобы смотреть какой я крутой А больше слушать Больше дать человеку высказаться Чтобы составить о нем Большое представление Чтобы потом не было вопроса А буду ли я с ним еще встречаться Ой, я что-то там не поняла, потому что я болтала Я не слушала человека И он много говорил, и мы друг друга еще и перебивали То есть это ни в коем случае не ведет Ну как бы к такому вот Послевкусию, когда, блин, я так хочу еще раз тебя увидеть Мне так не хватило Вот нашего вот Вот этого вот общения То есть если я приняла решение Ходить на свидание и выбрать себе человека Для жизни, ну или для дружбы Дальнейшей, это тоже хорошо Потому что я действительно хочу расширить Круг своих знакомств За время работы в интернете У меня как бы круг очень сильно сузился Живых Друзей вокруг То есть для того, чтобы хотеть встретиться с человеком Как с другом Или продолжить отношения романтического характера Нужно понимать, что это за человек А у меня за два с половиной часа Очень слабенькое составило Осталось впечатление Только то, что этот человек меня оберегал Ну оберегал То есть мы как-то вот У нас какой-то был такой, знаете, тандем Рабочий такой Знаешь, я тебя понимаю, поэтому я тебя оберегаю Мы с тобой в чужой стране Мы вот друг другу помогаем Это очень хорошее качество Это очень большой плюс Но пока не поняла Пока оставлю вопрос в подвешенном состоянии Потому что, не знаю, это плохо Это к тому, что вот нехорошо Ну, говорить о том, например, вышла бы я за него замуж Да, и нет, конечно, однозначно на этом этапе Сами видите, сколько ошибок Но если бы этот человек был моим мужем Если бы этот человек был моим мужем Чтобы, какая бы у нас была семья Говорить тоже сейчас не буду Потому что было сделано много ошибок То есть пока по первому свиданию У меня опыт негативный То есть я его плохо провела Я его плохо к нему подготовилась Но я к нему подготовилась и я это сделала Поэтому, если вы планируете первое свидание Просто идите на него Идите и все Вот сходите и наделайте столько же ошибок, сколько я Потом проанализируйте Поделитесь со мной Ну и, кстати, под видео тоже поделитесь Может быть, у кого-то было идеальное первое свидание Не знаю Вот буду сейчас искать идеальное первое свидание И что касается недвижимости тоже Если вы решили эмигрировать Переехать в другую страну Приобрести недвижимость в другой стране Пожалуйста, зайдите сначала на сайты И посмотрите Во-первых, посмотрите Есть ли в этой стране, куда вы планируете Сайты, где выставляют свои квартиры собственники В Испании такие сайты есть Насколько этот рынок тут развит Какая цена за квадратный метр В том регионе, куда вы планируете поехать Если у вас сейчас возник вопрос Я вообще не знаю, в какой я регион собираюсь поехать Тогда добро пожаловать в школу профессионального покупателя Сам себе риэлтор Мы как раз этим занимаемся Ведем подготовку Под видео полностью описание есть И, в общем-то, ну как бы сделайте это Позвоните мне Возьмите бесплатную консультацию у меня Я даю консультацию Постучитесь в скайп Напишите, что да, Оксан, мы хотим Мы хотим проконсультироваться Я вам помогу Потому что я как раз готовлю, да? К покупке недвижимости Тут уже мы собаку съели И тут у вас не будет тех ошибок Которые делаю я Любая ошибка в плане инвестиций Стоит нам дорого, потому что недвижимость – это дорогой продукт Ошибка в первом свидании с человеком Тем более, если на вашей территории Вы знаете, где вы находитесь Скажем так, и встречаетесь днем То есть это не та ошибка Со свидания, наверное, всегда можно уйти Наверное, я говорю Ну, в общем, вот как-то так Вот на этом все у меня Спасибо, что вы были со мной Жду ваших комментариев про ваше первое свидание Если вы планируете, например, идти со мной вместе Начните вместе со мной Скачайте себе там приложение Я сейчас работаю с Тиндер С Тиндер – это вот от Фейсбука Там какое-то приложение Которое сразу же тебе дает сеть Твой обзор по Фейсбуку и по Инстаграму То есть ваш будущий, скажем так Человек, с которым вы будете встречаться Еще не знаю даже, как назвать Оппонент, мужчина Вы сразу сможете посмотреть его социальную сеть С его социальную сеть, с кем он дружит, что он делает С кем он встречается, какие фотографии выставляет В принципе, это очень удобно Это к тому, что многие выставляют левые какие-то фотографии и так далее Тут вам решать, будете вы встречаться с людьми без фотографий и так далее Но какую-то картинку о нем вы уже составить сможете Поэтому пока я сейчас, не знаю, по Тиндеру практикуюсь Не скажу, насколько хороша эта сеть Разные сходят мнения по этой сети Но опять же, у меня есть положительные опыты у моих подруг У моих знакомых Поэтому и мне эта сеть пока удобно Может быть, потом я как-то ее разбавлю чем-то другим Ну а сейчас пока-пока До следующего свидания, до следующей среды Пишите комментарии, ставьте лайки обязательно Поддержите меня Я обращаюсь к вам совершенно серьезно Поддержите Следуйте за мной Смотрите проектами Может быть, вас что-то еще заинтересует И напишите, подходит ли вот эта форма Да, очень мне важно сейчас Вот это вот пересечение недвижимости И первое свидание немного ли намешано Скажите мне тоже об этом Хорошо? Пока-пока С вами была Оксана Майкова Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И оставляйте под этим видео комментарий Если нужна какая-то дополнительная информация Вся она есть под этим видео В описании С вами была Оксана Майкова Пока-пока, увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok